Минусовые температуры установились в регионе не так давно, а заядлые рыбаки уже приступили к зимней рыбалке. Они смело выходят на лед, не беспокоясь о последствиях. Сотрудники МЧС выезжают на рейды по водоемам округа, чтобы предупредить людей об опасности установить специальные таблички и раздать памятки. Сегодня мы посетили карьеры поселка Железнодорожного, где провели профилактические беседы с рыбаками. Один из них у нас сейчас находится на водоеме. По безопасности на льду в осенний-зимний период. Что хочется сказать, что водоемы в данный период еще не полностью застыли, лед недостаточно нарос. Толщина льда начинается от 2 до 5-6 сантиметров. Это недостаточная толщина для того, чтобы беспроблемно передвигаться по нему, осуществлять рыбалку, детям кататься на коньках и другие мероприятия проводить. Поэтому сейчас это очень небезопасно и этого делать нельзя. Инспекторы отмечают, лед может казаться прочным на вид, но не выдержать вес человека и почти мгновенно проломиться. Если же ситуация произошла и вы провалились под лед, действовать нужно быстро, но без паники. Первые минуты нужно постараться спастись. Для этого прокинуть руки на кромку льда, желательно в ту сторону, с которой человек пришел. И постараться подтянуться, закинуть одну ногу, затем вторую. И методом перекатывания в сторону, опять же повторюсь, откуда пришел, методом перекатывания убыть с водоемами, просушить, переодеться, снять с себя мокрую одежду, если есть такая возможность переодеться. Если нет такой возможности, значит ее выжить, значит согреться, если это автомобили, обратиться в медицинское учреждение, если чувствовать недомогание. Для того, чтобы не допустить несчастные случаи на водоемах, необходимо рассказывать детям об опасности тонкого льда и самим соблюдать все меры предосторожности. За нарушение правил безопасности предусмотрена административная ответственность.